Доброе утро, дорогие друзья. Итак, глава Ницавим. Еврейский календарь построен таким образом, что глава, это глава Ницавим, читается в субботу перед Рошашана, вот эту неделю сейчас, которая мы с вами. Это не случайно. В Рошашана Всевышний судит весь мир, такова суть этого дня. Однако, верша свой суд, Творец ждет от нас, от всех, от всего человечества, от каждого отдельности, что мы должны будем слушать его, что будут какие-то ответные шаги. Он подталкивает нас к то, что называется, к испрямлению жизненного пути. Итак, мы с вами на финише. Целый год мы готовились вот к этому, вот Рошашана, к этому, когда предстанем перед Всевышним. И вот мы находимся на этой недельной главе, и вот все, в конце недели Рошашана начнется уже. Шаббат, и потом Рошашана. Написано в этой недельной главе, и вот вы стоите перед Господом вашим, вот вы все стоите перед Господом вашим. Это значит, что уже сегодня мы стоим в такой длинной очереди, которая Рошашана пройдет каждый перед его посохом. Сегодня мы уже стоим. Остается неделя. Надо собраться. Поэтому говорится нам, свобода выбора. Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь, добро, смерть, зло. Ибо заповедую тебе сегодня любить Всевышнего, идти путями Его и соблюдать Его заповеди. Жизнь и смерть предлагает Бог нам. Благословение и проклятие, и просит, избери же жизнь. Обратите внимание, что пока жизнь течет, как обычно, можно подумать, что все происходит само собой. Ну, естественным образом. Но когда раздается какой-то сигнал, какие-то катаклизмы, какая-то жизнь как-то резко меняется, то все начинают понимать, что есть у этого поезда водитель, что в этом мире есть хозяин. И что он направляет наш путь, точнее, тот главный путь, по которому мы идем, он подталкивает нас. Мечом написано. Вращающийся меч возвращает нас на пути, когда мы сбиваемся. Еще раз. Итак, вот вы стоите все сегодня перед Всевышним. Мы стоим перед судом, который взвесит все наши заслуги и прегрешения. Он вынесет нам приговор на следующий год. И, как говорится в сборнике молитв на этот день, ты, Всевышний, определяешь, кому жизнь, а кому смерть. В книге, посвященной жизни Рава Блохом, это ученик такой, Хафицхаймен, приводится одна история, которая случилась с учеником Ишиевым в дни гражданской войны. Молодого парня-еврея поднимали казаки в одном местечке, приговорили к смерти за уклонение от службы в Красной Армии. Поставили его к стенке, подкатили пулемет, нажали Гошенко, не работает. Провозились полчаса с пулемета, он тем временем убежал. Вернулся домой совершенно седой. Выслушал Хафицхайм рассказ и сказал, если перед пулеметом мы сидеем от страха, то что должно происходить, когда мы стоим перед страшным судом, на котором проверяются вообще поступки, все наши мысли, все проверяется и приносится приговор. Вот перед таким судом и стоим. Однажды к Альтеру, Рэбе Альтер такой, пришел один из двух ближайших учеников, сказал, что отправляется в Париж по коммерческим делам. Рэбе Альтер попросил ученика привезти ему из поездки хорошую парижскую сигару. Тот удивился, он знал, что Рэбе равнодушен к всем этим мирским удовольствиям, но радостный такой, тем более, что он не видел даже курящего. И вот он смотрел Париж, день, два, три, он совершенно забыл обо всем, потрясающий город, такая фантастика. И вот он садится уже в поезд назад и вдруг, ой, встряхнулся за голову, забыл купить Рэбе сигару. Сидящий напротив его человек говорит, что с вами, я чем-то могу помочь? Тот ему рассказал, он говорит, не отчаивайтесь. Поезд остановится в Брюсселе, а бельгийские сигары славятся даже больше, чем французские. Во время короткой стоянки на Брюссельском вокзале Хасид побежал к ближайшему киоску табачного, попросил лучшую сигару, такая красивая в упаковке, взял ее, помчался назад. Вот то Рэбе обрадуется. Вернувшись в Польшу, он поспешил к Рэбе, рассказал ему о своих успехах, достал сигару. Рэбе посмотрел на красивую коробочку, даже не раскрыл ее, посмотрел, помолчал, помолчал, а потом тихо спросил ученика, где ты купил эту сигару. Ну, Хасид замялся, покраснел и говорит, что я купил бельгийскую, а не французскую, так и так. Ну, это прекрасная сигара, Рэбе. Рэбе грустно посмотрел на него и сказал, неужели ты действительно думаешь, что мне нужна сигара из Парижа? Я только хотел, чтобы ты помнил своего Рэбе, находясь в таком прекрасном месте, а ты забыл. Рэбе Альтер преподал своему Хасиду такой урок, такой Бог преподает нам каждый день. Мы живем в этом прекрасном мире, который создан для нас Богом. Он хочет, чтобы мы всегда помнили о нем, и с благодарностью какой-то, чтобы не забывали, что именно Он творит всех благ, что Он творит всех красот, которые Он восхищается. Он дает нам возможность расти год из год, вот с каждым годом, чтобы каждый год был отмечен чем-то новым, успешным. Для этого существует Роша Шана. Рубеж, на котором мы вспоминаем его. И его ожидания тоже. Элул, месяц подведения итогов. Подобно тому, как в сфере материального, для того, чтобы бизнесмен шел, как следует, и в бизнес его шел, надо давать времени от времени производить отчет, исправлять допущенные ошибки, так и в духовной работе. В духовной работе по служению Всевышнему в течение года мы занимаемся чем-то Тору, чем уроки, заповеди и так далее. А в месяце Элул, вот сейчас, являющийся месяцем отчета, каждый, в соответствии со своими мерками, должны произвести в своей душе честный отчет о том, что произошло с нами в течение года. Нам надо выявить свои достоинства в служении, что мы сделали хорошего, и укрепить их. И недостатки, чтобы их исправить. С помощью этой тщательно подготовленной внутренности нашей мы удостоимся хорошего сладкого года, и материальным, и духовным. Надо верить, что все будет хорошо, но для этого надо работать. Надо верить, что все будет хорошо, но для этого надо улыбаться, и смотреть вперед. Смотреть вперед и видеть, что ты что-то делаешь правильно. Исправлять то, что неправильно. И чтобы все у нас было хорошо. Очень важная неделя. Брахава от слуха. Брахава от слуха.